Всем привет! Сегодня воскресенье. Это означает, что пора посмотреть на обзор приложения для Android. Итак, начнем. Первое приложение на сегодня называется Jiffy. С помощью этого приложения вы сможете следить и управлять своим временем и выполнять различные проекты. Давайте посмотрим, что здесь у нас имеется. Создадим новый проект. Для этого нам необходимо дать имя заказчика, например, если вы фрилансер и работаете на заказ. Если же вы работаете над своим проектом, то дадите сюда свое имя. Давайте дадим имя, допустим, Gameplan. Напишем это. Так, написали. Дальше необходимо дать название проекта. Давайте просто понатыкаем каких-нибудь буковок. И дальше нам необходимо добавить задачи, но в принципе добавлять их не обязательно. Нажимаем ОК и приступаем. Например, вы начали работать. Кстати, необходимо было выбрать еще, в какие дни вы работаете. Можно зайти в управление проектами, посмотреть, какие у вас имеются проекты, просортировать их. Можно их отредактировать, соответственно. Можно также еще задать дни недели, что когда вы здесь работаете. И, например, вы начали работу над проектом. Вы нажимаете на данный проект и идет таймер, который фиксирует время, сколько вы над ним работали. После того, как вы выполните проект, вы сможете посмотреть отчеты различные, сколько часов было отработано, как распределялось ваше время по дням. И, в принципе, это даст вам необходимые знания для того, чтобы в следующем, в будущем другие проекты ваши были более, наверное, по времени правильно распределены, а значит и более грамотно и четко сделаны. Второе приложение называется Slide. Итак, что же оно умеет делать? Итак, если вы хотите поменять программу, которая здесь имеется, вам необходимо тапнуть на плюс. Но сейчас мы это делать не будем. Давайте просто запустим данное приложение и посмотрим, как же оно функционирует. Вы, наверное, уже заметили, что вот здесь вот появился небольшой такой вот кружочек. Если мы его захватим и потянем, то появятся ярлычки. Вверху один, внизу один, слева целых три. И вот таким вот образом, то есть наведя, например, на Инстаграм, ну или на то приложение, которое вы захотите быстро запустить, то откроется оно. Можно также им пользоваться и в случае, если вы уже работаете в любом абсолютно приложении, даже в игре. Можно быстро перейти вот так вот в Chrome, можно быстро перейти в ВКонтакт. В принципе, достаточно удобно все функционирует. Можно открыть Google Maps. Но это я просто так от балды накидал приложение. И в принципе, если вы пользуетесь какими-то программами, и вам нужно быстро между ними переключаться, то данное приложение будет весьма удобно, потому что никаких, наверное, случайных переключений произойти просто не может, потому что, чтобы открыть приложение, необходимо довести данный кружок до ярлычка. В принципе, наверное, это очень даже неплохая идея. Мы очень много времени проводим за компьютером, за смартфоном, за планшетом и портим свое зрение. И следующее приложение – это программа, которая позволит восстановить, но если не восстановить, то, по крайней мере, улучшить зрение и помочь расслабиться глазам. Давайте посмотрим, что же здесь необходимо делать. Тут якобы написано «Все права защищены. Центр биоинформационных технологий 2013 год». Ну что ж, отправимся в данное приложение и посмотрим, что же оно нам предлагает сделать. Нам предлагается пройти тест и проверка зрения вблизи. Давайте начнем с него. Итак, тест на контрастность. Соответственно, нужно убрать экран на расстоянии вытянутой руки. Сейчас, кстати, это примерно так. И нам необходимо выбрать текст, в который он наиболее четко нам виден. Итак, наиболее четко виден, наверное, правый текст. Давайте его и выберем. Тест на контрастность пройден. Продолжаем. Дальше будет тест на отклонение цветового зрения. Давайте попробуем его пройти. Здесь вам нужно разглядеть... Кстати, такие тесты в военкоматах проводят. Разглядеть какие-то цифры, либо символы. И после этого необходимо вам сказать. Но так как тут вы сказать не можете, вам необходимо выбрать один из четырех вариантов. Мне показалось, там было 66. Ответ не вполне верный. Это свидетельство наличия у меня цвета аномалии. Это уже как-то страшно. Так, что же здесь у нас? Так, какой-то кружок, какой-то треугольник. Ну, давайте попробуем ответить. Верный ответ. У вас нет дальтонизма, слава богу. Вот так, 13. Сказал вслух и оказался прав. А дальше зрение вдали у нас проверяется. То есть, насколько, наверное, мы хорошо видим. Надо было прочитать все-таки, что там писали. Но также, помимо всего этого, нам будут предлагаться различные упражнения. Давайте начнем и посмотрим на те упражнения, которые сейчас нам будут предлагаться. Кстати, здесь несколько комбинаций всех упражнений. Поэтому, если вы запустите данное приложение в следующий раз, будут другие упражнения. И это, наверное, хорошо, потому что все-таки не одно и то же выполнять. Нажимаем «Продолжить зрительная гимнастика». Продолжаем зажмуривание. Нужно будет нам вот так вот зажмуриваться. И, кстати, здесь присутствует музыка какая-то, которая позволяет нам контролировать время, когда нам необходимо разжмуриться и зажмуриться. И вот таким вот образом вы будете тренировать свои глаза, чтобы они у вас не уставали и ваше зрение не портилось. Не буду уж показывать вам все упражнения. Они, конечно, довольно известны, но благодаря этому приложению вы сможете заставить себя их выполнять. Последнее приложение называется XN Instant. И это фотокамера с различными эффектами. Данный разработчик выпускает достаточно большое количество подобных камер. И это одна из последних его камер. Давайте посмотрим, какие эффекты здесь имеются. Сейчас вот у меня работает вот такой вот эффект. Он немножко, наверное, как-то все стилизует под графические рисунки. Все эффекты можно переключать вот такими вот обычными свайпами. Вот так вот они будут выглядеть. Также можно все фильтры посмотреть в разделе «Фильтры», соответственно. Вот так вот они распределены, имеют разные названия. И, в принципе, даже можно по превьюшке видеть, что этот фильтр представляет. Этот фильтр в стиле Барак Обама. Ну, вы, наверное, поняли, что я имею в виду. Давайте посмотрим, что здесь есть еще. Вы можете поставить таймер, вы можете настроить яркость, контрастность, вы можете сделать калаш, можно добавить, убрать виньетирование, рамки. И что еще можно сделать? Можно делать фотографию 3х4, либо 1х1, что удобно для Инстаграма. Ну, вот, наверное, и все. В принципе, фильтры неплохие. Но вот из последних, наверное, фото вот таких вот фильтров, редакторов, ретрика мне понравилась несколько больше. Но данное приложение тоже весьма неплохое. И, в принципе, выполняет все свои функции и имеет набор достаточно интересных фильтров. Также очень интересно выглядит то, что цвета панели меняются, если вы находитесь, например, в камере, либо же во встроенной галерее. Вот такое вот приложение. Ну что ж, на сегодня все. Всем большое спасибо за ваше внимание. С вами был я, Юрий Аксенов. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Всем пока и до новых встреч.